Сегодня поговорим о допустимых на кето-приправах. Тут вроде бы никаких вопросов, но сколько же тут разных нюансов и исключений. Многие надписи на этикетках способны вас запутать, поэтому я разберу довольно много примеров, чтобы вам было понятнее. Вот на что, как правило, стоит обращать внимание. В соусе барбекю ужас, сколько скрытого сахара. В кетчупе, разумеется, полно высокофруктозного кукурузного сиропа и сахара, но бывает кетчуп и без сахара. С горчицей обычно всё в порядке, но в ней бывает сахар. Я вам покажу. В майонезе много соевого масла, его следует избегать, но я покажу, какой я рекомендую. С травами всё в порядке. Песто обычно годится. У меня он есть. К нему ещё вернёмся. С заправками большие проблемы, но я покажу, какие я рекомендую. Острые соусы. Обычно всё в порядке, в них не добавляют сахар. Ну и соль. Казалось бы, что тут может быть не так, особенно если соль морская. Но неделю назад я был в магазине, и, что бы вы думали, в соль добавляют декстрозу. Искусственный сахар. Вот так-то. Итак, приправы — это соусы, заправки или травы, которые улучшают вкусовые качества еды. Теперь пройдёмся по списку, и поскольку шрифт на этикетках очень мелкий, я надену вот это. Первое, что я покажу, — это жёлтая горчица. Органическая. Оба продукта органические. Один из «Трейдер Джо», другой — 365. Посмотрим на состав на обеих упаковках. И вот, что мы видим. Вот в этой нет никакого сахара. Она органическая, что отлично. Но в эту добавлен сахар. Проблема в том, что на этикетке написано, что сахара 0 грамм, но это лишь означает, что его меньше 1 грамма, а количество порций здесь 52. Так что, если сахара меньше 1 грамма на порцию, на этикетке его не будет, и кажется, что его мало. Но сложите все эти чайные ложки, а в одной чайной ложке 5 грамм. И скрытого сахара получится довольно прилично, а вы знать не будете. Поэтому надо читать этикетки и брать горчицу без сахара. Ладно, идем дальше. Это заправка. Итальянская конопляная салатная заправка. Органическая. Органическое конопляное масло, органический яблочный уксус, органический базилик, органический лук, ксантановая комедь, органический чеснок, органическая итальянская заправка. Все в порядке. Не обещаю, что это вкусно, но вполне съедобно. А вот отличный бренд. Праймал Кичин. Большинство их товаров очень хороши. Майонез с чепотли и лаймом. Настоящий майонез с маслом авокадо. Не ГМО. Посмотрим состав. Масло авокадо, органические яйца, органический яичный желток, органический уксус, вода, морская соль, органический лайм. Молотый чепотли, цедра лайма, органический сушеный чеснок и экстракт розмарина. Никакого сахара. Никакой сои. Очень хороший продукт. И так далее. Магазин Трейдер Джо. Тайский зеленый карри. Посмотрим. Вода, кокосовое молоко. А вот это плохо. Кукурузный крахмал. Соевые бобы. Что угодно соевое и неорганическое. Это ГМО. Еще тут есть сахарный тростник. Так что этот продукт не годится. Поставлю его вон туда. А вот органический. Зеленый соус песто. Тут базилик, оливковое масло высшего качества. Пока все хорошо. Подсолнечное масло, кешью. А дальше картофельные хлопья. Мне не очень. Не то чтобы конец света, но не идеально. Импортные оливки разных сортов, без косточек. Зеленые оливки. Черные оливки. Вода, морская соль. Винный уксус. Орегано. Оливковое масло. Прекрасно. Годится. Никаких проблем. Так, вот это. Вероятно, это единственная заправка из тех, что я нашел в магазине и в которой нет вредных компонентов. Это полутвердый пармезан с чесноком. Тут есть подсолнечное масло первого отжима, сыр пармезан, дижонская горчица, морская соль, чеснок и паштет из анчоусов. А дальше идет сахар. Черный перец. К сожалению, тут есть скрытый сахар. Мы чуть не отыскали идеальную заправку, но надо же было испортить ее сахаром. Далее у нас топинада. Тут в составе оливки, оливковое масло и каперсы. Годится. А это заправка. Классическая кисломолочная заправка «Ранч». Первый ингредиент — рапсовое масло. К сожалению, рапсовое масло чаще всего ГМО. Кукурузное масло, соевое масло. Хлопковое масло и рапсовое масло в 95 случаях из 100 обычного ГМО. Поскольку масло указано первым ингредиентом, значит, его тут больше всего. Поэтому не рекомендую. Далее. Классический «Ранч» «Сэр Кенсингтон» со стопроцентным подсолнечным маслом. Тут подсолнечное масло, огуречный сок, дистиллированный уксус, вода, яичный желток, соль, чеснок. Лимонный сок, семена сельдерея, укроп, черный перец, экстракт горчицы. Полностью годный продукт, очень хороший. Этот я определенно стал бы есть. И вот, гляньте. Кимчи, квашеная капуста, органический продукт. Капуста, красный болгарский перец, вода, лук, морская соль, чеснок, корень имбиря, каенский перец, семена горчицы, чили, молочная кислота. Очень хорошая штука. Думаю, позже съем. Идем дальше. Нежная салатная заправка из жареного красного перца марки Sunbelt Plantation. Первый ингредиент — соевое масло. И кукурузный сироп. Видите? ГМО. Это я точно не рекомендую. Далее. Органическая заправка из масла и уксуса от Ньюманс Оун. Похоже, хорошая штука, органическая. Но все же посмотрим состав. Первая в списке — органическое оливковое масло высшего качества. Пока хорошо. Далее органическое соевое масло. Вот тут нестыковка. С одной стороны, продукт органический, то есть без ГМО. И это определенно намного лучше. Но нравится ли мне много соевого масла, пусть и органического? Скорее, нет. Но это гораздо лучше обычного. Если выбирать между этим и некоторыми предыдущими, я бы выбрал это. Еще тут есть уксус, горчица, органический уксус. Очень даже ничего, если не брать в расчет сою. И, между прочим, я не рекомендую соевое масло. Совсем. Даже органическое. Но если вы пришли в ресторан или если нет ничего другого, то немного можно. Ладно. Продолжаем. Дижонская горчица марки горчицы Сен-Жермена. Вот как. Тут дистиллированный уксус, вода, семена горчицы, соль, чеснок, специи и куркума. Вообще без проблем. И, наконец, майонез с французскими травами от Виктории Эмори. Сделан вручную. И, представьте себе, полностью натуральный. Итак, у нас тут подсолнечное масло. Яичный желток. Яичный желток, лимонный сок, оливковое масло высшего качества. Яичный белок, вода, белый уксус, соль, специи, шнит-лук. Укроп, сушеный лук, смешанные токоферолы. Это витамин Е. Очень хороший продукт. Никаких проблем. В общем, я хотел обсудить довольно большой набор приправ, чтобы вы понимали, как именно читать этикетки, а вам придется читать много этикеток. Везде и всегда, потому что сахар прячут, и масла бывают разные. Но если у вас есть время, я настоятельно советую готовить все это самим. В описании и прямо здесь будут ссылки на несколько отличных рецептов. Посмотрите. Продолжение следует...